здравствуйте дорогие друзья у нас началась осень и я бы мог посоветовать кое-что из серии что почитать в этом месяце в сентябре первая книжка которую можно порекомендовать читателям это дэн симос дэн симонс американский писатель пишет жанре мистики фантастики литературу ужасов роман называется это террор сейчас хоть и вышел сериал второй год идет уже на mc канале то есть это американско-канадский сериал чем эта книжка интересно то есть это путешествие реальное путешествие двух кораблей к северному полюсу то есть очень детально прописано все сцены оборудование экипажа скажем так костюмы и действия персонажей следующая книжка которая бы рекомендовал к вашему вниманию это фрэнк гербер дюна чем это интереснее этот общеписатель он создал в общем-то свою даже можно сказать вселенную дюну так ее называют автора дюна книжка занимает второе место по количеству бумажных изданий в мире после библии это рекорд абсолютный чем она интересно что в этом году или по-моему начале следующего ожидается выход ну получается первой части это вильнёв снимает канадский режиссер он снимает именно дюну новая трактовочка если во несколько режиссеров и снимал ее линч снимал это еще по моему итальянской еще то опять экранизация с чем-то сериал но опять таки считается что там и самое эпичное сейчас ожидается вильнёва очень много уложенных денег спецэффекты очень хорошие актеры коротко романе чем этот роман интересен это своеобразная скажем так ну она считается фантастика хотя это больше как альтернативное будущее я бы сказал потому что здесь описан мир когда далекое будущее как она пока ну как опять-таки вымышленная галактика здесь описано уже когда люди создали роботов роботы под них восстали опять-таки немножко тема и матрицы есть это тема терминатора здесь обыгрывается но совсем другом плане то есть получается люди роботов победили запретили использовать роботов они пользуются только своим интеллектом какими-то паранормальными способностями очень советую почитать и в общем-то потом посмотрите надеюсь что вильнёв очень хорошо это извлекает то что все надежды на давненько такой не было эпичной экранизации так что посмотрим очень советую следующая книжка предлагаю вашего внимания это сидний шилден роман называется интриганка роман написан примерно 70-х годах 20 века это семейная сага и иногда сравнивают скажем так с крестным отцом это пьюза пьюзу это марика то есть получается скажем так чем интересна книжка здесь история это семейная сага семейный клан династия которая именно родилась скажем так из ничего и потом еще развитие главный герой женщина здесь идет у нас повествование идет это ее лица и она вспоминает свою жизнь получается как она создала этот клан как ее муж потом дети росли развивались чем интересна эта книжка здесь получается расписано несколько поколений одного рода их таком скажем так интриги и любовь предательство это замешано все на серьезном бизнесе алмазов касаемо южной африки и австралии поэтому скажем так чем она хороша кто любит такие найти семейные эпичные саги с примесью криминала интрига и убийств это вообще шикарная вещь потому что в принципе шелден мастер такой интриги то получается что у него сразу несколько жанров то есть исторический детектив какая-то мелодрама немножко скажем так приключение все завязано в эту книжку за занимательный сюжет кто не читал очень рекомендую то что принципе потом по его и сайте тоже по инкронизации не было у него другие организации очень хорошие мы должны посмотреть интернете то есть очень хорошая вещь советую для любого возраста конечно нужно постарше но очень хорошее чтиво подручить очень большое удовольствие здесь четыре повести точнее один роман и три повести чем интересен данный сборник то есть кто читает стенкинг думаю что этот мастер скажем так ужаса саспенса тылера такого драматического не совсем так у него есть очень хорошие вещи скажем так написаны в жанре приключенческих скажем так этих не боевик просто приключенческий роман роман психологический роман вот допустим экранизации было две вот этой тематики это побега шарушенко и способный ученик и к нас были шикарный по-моему один тот же режиссер его снимал побега шарушенко это вообще история человека которого подставили он попал в тюрьму и отзывал пожизненное заключение на него сбежал очень хорошая была организация советую посмотреть чем интересен роман он принципе фильм более-менее передал именно скажем основной идеей к роману что принципе ни в коем случае нельзя терять надежды даже в самом скажем так уже в самом негативном ситуации сценарий она полюбом может разрешиться главное приложить к этому усилия поэтому советую почитать получите очень большое удовольствие как раз будьте разнообразие свое мнение о стиве не кинге последняя книжка который предлагал бы вашему вниманию это роман евгения замятина мы но в чем-то конечно он забытый в чем-то несправедливо в общем-то оклеветанный каком-то степени российский советский автор это автор самого знаменитого романа антиутопии называется мы это скажем так русский аналог джорджа орел 1984 называется то есть опять-таки роман антиутопия о тоталитарном государстве только у орла это большой брат а есть получается здесь идет упор что каждый человек просчитан то есть не присвоен единственный единый идентификационный номер так и сейчас между прочим пошла интересная тематика следующем году россияне уже обещает выпустить уже экранизацию первая организация замятина мы то есть опять-таки вот ссылочки будут корр может быть даже колосу хаксли здесь момент другой что в принципе сейчас может быть слышали что сейчас как тотальная получается как не эпидемия информационная что получая сейчас будет чипизация цифровизация интернета то есть получается будет жалеть чипы у вас ниже кстати немножко привлекается к такой тематики получается когда все просчитано то есть каждая вещь каждая скажем так деятельность человека и сама личность она получается при свой номер уже чеку по жизни призываться при жизни получается но в этом мысли роман написано начале 20 года до года в принципе очень много с современностью не уйдет если любить такую скажем так альтернативную реальность именно что со всеми на жизнь немножко и скажем так кто любит и теории заговора посмотрите почитать и сравнить с современной действительностью уже и очень советует роман почитать Так что на осень хорошая подборочка.